Медиагруппа «Авангард» представляет Но я увидел, что здесь достаточно высокая концентрация Ровно тех специалистов, ровно тех заказчиков Которые сфокусированы на поиске сервисов Либо тех, кого тематика мониторинга, угроз Реагирование на инциденты беспокоит в первую очередь Так как мы достаточно молодое направление внутри компании И до этого достаточно громко о себе не заявляли на российском рынке Несмотря на то, что работаем, опять же, как я уже повторюсь, за рубежом Для нас это повод заявить о себе О том, чтобы как можно больше людей просто узнало о том, что мы делаем Для нас это возможность пообщаться с заказчиками С которыми идут пилоты Пилоты по СОКу как сервису Либо заказчики, которые заинтересованы в нашем сервисе Я участвую в антипленарке Такой особый вид пленарки Также выступает наш сотрудник, руководитель СОКа Это Тимур Кирхабаров Он расскажет по практикам, которые мы используем в нашем СОКе Я думаю, что они будут крайне интересны техническим специалистам Руководителям центров мониторинга Потому что те практики и те знания, которые он будет транслировать Зачастую являются внутренним, как сказать, устройством СОКов Мы покажем просто те инструменты, которые мы разработали для себя И те процессы, которые мы выстроили по определенным направлениям Во-первых, понимание проблематики со стороны заказчиков дошло до того уровня, что те, кто стремился строить СОК внутри, не обладая соответствующим ресурсом Осознали, что этого сделать невозможно Поэтому, так сказать, понимают, что альтернативой является покупка услуги Те, кто строили СОКи внутри, как сказать, и обладают соответствующим ресурсом Они понимают, что, как бы, живя внутри вот этого черного ящика компании, так сказать Невозможно сделать, как бы, ли выйти на новый уровень зрелости Необходимо обмениваться опытом и знанием с индустрией Это хорошая площадка И третье, то, что достаточно много в техническом плане произошло изменений, которые связаны с кросс-интеграцией внутри СОКа То есть все прекрасно осознают, что СОК это не просто покупка какого-то инструмента Это большой объем аналитики, это большой объем выстраивания процесса То, что происходит в части изменений на западном рынке, однозначно там в течение двух-трех лет произойдет и у нас Это вещи, связанные с проактивным мониторингом, то, что принято называть фредхантинг, XDR, EDR Невозможно защититься от сложных атак Злоумышленник всегда будет впереди И задача тех, кто обороняется, сводится к тому, чтобы сократить время на детектирование, на обнаружение злоумышленника внутри сети И вторая тема, связанная с реагированием, с автоматическим реагированием История с автоматическим реагированием, она возможна в тот момент, когда достаточно большой слой и объем работы был выполнен в интеграционной части То есть, когда вы смогли взаимовязать платформу киберразведки, платформу реагирования на инциденты, СИЭМ-платформу, лимонтер-танкинг-платформу с средствами защиты, периметровых, инфоинтных и так далее И качество аналитики, грубо говоря, контента, решающих правил такое зрело, что позволяет вам однозначно реагировать на этот инцидент Вот тогда мы переходим на новый качественный уровень, где сокращаем гэп между детектированием и реагированием Вот на мой взгляд, это основные тренды, которые будут происходить 77-й ФСЗ – это грабли, которые позволяют причесать всю страну Естественно, это не получится и не получается сделать единомоментно за один год Но это задает очень серьезный вектор, под который подстраиваются все абсолютно Этот закон, как бы кто ни относился к нормативке, он позволяет придать веса службе информационной безопасности В случае, если это входит ее в зону ответственности в рамках организации Потому что везде это может быть по-разному И позволяет обосновать необходимость реализации тех или иных мер Если изначально люди считали себя сугубо практическими безопасниками И сторонили всячески вопросов нормативной стороны То сейчас сквозь призму 187-го ФСЗ так или иначе все начинают вовлекаться в этот процесс И просто осведомленность стала гораздо более высокой На всех уровнях специалистов Так как мы являемся корпоративным центром ГУСОПКО Соответственно, у нас есть подписанное соглашение И так или иначе мы вовлечены в процесс взаимодействия И делали мы это осознанно Потому что хотим и оказываем услуги корпоративного центра для наших заказчиков В данном случае мы передаем информацию об инцидентах в НКЦКИ Соответственно, есть заказчики, которых мы подключаем То есть находимся на этапе подключения И есть заказчики, по которым мы уже осуществляем такую передачу Соответственно, для того, чтобы оказывать услуги качественно и свое время В соответствии с договором Поэтому для нас это не просто номер закона, о котором мы слышим Индекс цитирования которого увеличивается с каждым днем Для нас это повседневная работа Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин